Идея экспозиции принадлежит компании Оскона, бренду которых у многих ассоциируется именно с здоровым сном. Эта выставка в холод предложить людям в очередной раз задуматься о важности крепкого, правильного сна и как он влияет на качество жизни. Качество сна, как известно, влияет на множество факторов и выбор правильной подушки, которую наши художницы использовали в качестве холста, играет в этом не последнюю роль. Научным партнером выставки выступает Центр медицины сна Университетской клиники МГУ имени Ломоносова в лице Александра Леонидовича Кальвинкина. Главной целью Центра является диагностика и лечение нарушений сна, а также всего спектра патологий, ассоциированных со сном. И если художницы рассказали о кошмарах языком образов, символов и эмоций, то Александр Леонидович, как признанный эксперт в области сомнологии, обеспечивает научную экспертизу и подсвечивает медицинский аспект этой важной темы. Я передаю слово директору по маркетингу компании «Аскона» Екатерине Башиловой. Здравствуйте, уважаемые гости. Большое спасибо, что пришли. На самом деле, что касается компании «Аскона», мы уже очень давно, более 30 лет, дарим людям здоровый сон. И на матрасах уже научились спать многие. Многие знают, как их правильно выбирать, как правильно подбирать матрас, что должны чувствовать, что должна чувствовать наша спина при выборе матраса. И очень мало кто задумывается, что 30% нашего здоровья, здорового сна, зависит от подушки. И не секрет, что в России 80% потребителей все еще спят на старых пухопедевых подушках. Некоторым они достались от бабушек. Только представляете, какой кошмар творится в этих подушках. Потому что, если раньше была такая традиция, в очень давние времена их прокаливать, и в подушке просушивают на солнце, кто это занимается сейчас? Наверное, никто. А отсюда аллергия, гематиты, высыпание на коже и, как следствие, плохой сон. Поэтому мы решили привлечь внимание к этой проблеме таким нестандартным способом, привлекая молодых талантливых художников, чтобы они образно и очень наглядно донесли, что может быть в нашей подушке и как наша подушка может влиять в наш сон. Спасибо большое, что пришли. И давайте посмотрим, что у них получится буквально через несколько минут. Спасибо. Всего большое. Екатерина, передаю слово руководителю Центра медицины сна Александру Леонидовичу Калинкину. Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде всего, я хотел поблагодарить компанию Ascon за приглашение. И компания Ascon является... Она обращает наше внимание на состояние сна. Казалось бы, для быстро развивающегося нашего мира состояние сна, оно не является такое скучное состояние. Мы говорим о сна, не можем посмотреть на мобильный телефон, не можем взаимодействовать с друзьями, не можем смотреть какие-то видеоролики. Но состояние сна настолько важно для любого живого организма, потому что если мы лишим его в течение буквально 7 дней в среднем, то любой организм погибнет. Вот отсутствие сна. Многие это не недопонимают. И даже небольшое частичное решение сна, сокращение всего-навсего на один час своей нормы, влечет не только изменения качества жизни, самочувствия человека. Это приводит к прокрастинации, то есть человек откладывает дела на потом. Это приводит к многим неблагоприятным последствиям. Но это также влияет даже на активность генома. То есть всего-навсего нет засыпания в течение одного часа. И буквально через неделю-другую уже это сказывается на нашем геноме. Поэтому компания Ascon, которая, условно, является социально ориентированной, и она заботится о сне у человека, он, наверное, в самом важном этапе, который важен для здоровья, для долголетия, для самочувствия и для творческого потенциала. Потому что мы достаточно хорошо знаем, что если человек плохо спит, если у него депривация сна, то есть сокращается сон, нарушается сон по-любому причине, он снижается в творческом потенциале. Это превращается практически в зону такого, который выполняет какую-то рутинную работу, но творческого потенциала становится все меньше и меньше. Поэтому состояние сна, оно обеспечивает всю нашу жизнь, качество жизни, рождение, развитие, самочувствие. Все процессы абсолютно. Даже если мы посмотрим, вот филатементичный, есть такой термин, такой сложный, да, то есть это те животные, которые жили сотни миллионов лет назад, совсем маленькие, которые не имели головного мозга даже, они спали. То есть состояние сна, это не только работа головного мозга, не только центральной системы, это состояние живого организма. Понятно, что у них сон немножко другой, это такая бездвиженность, но есть такое животное, лекарственная каракатица. Вот оно спит как человек практически, хотя оно впервые появилось 350 миллионов лет назад. Поэтому спасибо большое еще раз компания «Скона» за приглашение. И я думаю, что с этого момента многие поймут, что состояние сна очень важно, необходимо, и вы будете привлекать внимание других людей, которые к этому относились немножко прохладно. Ну а творческий потенциал мы сможем увидеть в наших прекрасных художеств, которые отобразили различные картины, нарисовали. И кошмары, и представления различные, которые происходят во время сна. Поэтому вот мы можем увидеть, как они спали по их картинам. Спасибо за внимание.